Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынководкомпании Тикмиус. С вами я, Артур Дзятулев. Сегодняшний обзор я посвящаю развеиванию мифов по сути количественного смягчения. Это один из инструментов монетарной политики, который задействовали в своей работе ЕЦБ и ФРС. Достаточно известный инструмент, все в этом нас слышали. Но непонимание того, как работают некоторые инструменты монетарной политики, часто приводит к бездумному комментированию, цитированию сильно упрощенных журналистских штампов. Типа ФРС запустил печатный станок в перемешку с гигантским госдолларом США. Поэтому давайте попытаемся прояснить суть количественного смягчения, рассмотрев некоторые технические детали этой операции. Количественное смягчение нужно отметить. Это не печатание денег или наполнение экономики ликвидностью в том объеме, чтобы говорить об этом в масштабах целой экономики. Это лишь замена одного актива на другой. Замена одного актива на другой происходит у агентов частного сектора. Например, такой операцией может быть замена, обмен казначейской облигацией США на резервы. Напомню, что банковскими резервами называются депозиты коммерческих банков на счетах ФРС, которые используются для различных целей. Например, для межбанковских расчетов. Также, как вы знаете, есть норма резервирования. То есть, банковские резервы в данном случае выступают некоторым минимальным количеством наличности, которую банк должен обладать, держать на счете ФРС, чтобы показать, что он сможет справиться, например, с резким спросом на наличность со стороны вкладчика. Итак, после того, как мы прояснили, что такое банковские резервы и уточнили понятие операции количественного смягчения. Я помню, это замена одного актива на другой у частного сектора. Рассмотрим эту процедуру на примере изменения баланса Федрезерва при проведении этой процедуры и изменения баланса коммерческого банка. Когда ФРС покупает ценную бумагу с рынка, то есть на открытом рынке проводит операцию, покупая ценную бумагу, в данном случае казначейскую облигацию США, она здесь звучит как и трежерис, то по активам у ФРС наблюдается увеличение, собственно, поступает казначейская бумага, а на стороне пассивов увеличиваются резервы. В то же время на балансе у коммерческого банка происходит увеличение резервов. Резервы для коммерческого банка являются активом, то есть это те средства, которые имеются у банка, которые банк держит на счетах ФРС. И в данном случае, так как банк продает казначейскую облигацию, по активам идет уменьшение в виде трежерис на ту же номинальную стоимость, на ту же номинальную сумму. Если мы рассматриваем операцию количественного смягчения, где одной стороны в сделки вступает частный инвестор, это тоже агент частного сектора получается, с другой стороны у нас также идет Федрезерв, то при проведении этой операции, при покупке Федрезервом ценной бумаги у инвестора, также активы ФРС пополняются на казначейскую облигацию, увеличиваются также резервы. У частного инвестора он, по сути, продает бумагу, у него с активов вводит казначейская облигация, и в активах также прибавляется депозит, это то есть средство на банковском счету, на которое ФРС ему перевел деньги за ценную бумагу. У коммерческого банка инвестора, соответственно, происходит увеличение резервов и депозита, что отражает взаимодействие этих двух агентов. Что на самом деле происходит? В обоих случаях, в обоих этих операциях, если мы берем коммерческий банк Федрезерв, мы берем операцию, где агенты выступают частные инвесторы Федрезерв, в обоих случаях мы видим благосостояние каждого из них не меняется. Вот здесь происходят изменения в активах, и здесь происходят изменения в активах. Благосостояние частного сектора не меняется непосредственно при проведении операции количественного смещения, а изменяется, как я уже говорил и показал, лишь в состав активов. Можно заметить так, что для банков изменяется дюрация портфеля активов, для облигаций дюрация, будем так говорить, это среднеизвешенное время всех выплат по бумаге. В данном случае коммерческий банк продает бумагу, а получает на свой счет, получает вместо бумаги резервы, то есть деньги на счете ФРС. Поэтому у него дюрация его портфеля всего активов, общая дюрация портфеля активов, она снижается. Ну а теперь, возвращаясь к вопросу о печатании денег, у нас остаются два вопроса, которые могут пролить свет все-таки на это явление. Это, во-первых, откуда Федрезерв берет вот эти резервы, откуда он берет деньги для того, чтобы оплатить эту ценную бумагу, да, и как изменение в составе коммерческого банка, изменение вот именно на активы, замена одного актива на другой, она влияет на создание денег, на процесс создания денег в экономике. Ответ на первый вопрос несколько контр-интуинтивный. Федрезерв берет, создает резервы, будем так говорить, из воздуха, чтобы оплатить ценную бумагу. Это действительно так, но замечу, что в этом не кроется никакого противоречия, так как если мы представим, что ФРС, что Центральный банк у нас некоторый должник, он может свободно, без угрозы для своей состоятельности, выпускать обязательства, то есть создавать вот эти резервы, генерировать. Если эти резервы непогашаемые, это так и есть, потому что у нас наличные деньги, непогашаемые обязательства, по сути, для Центрального банка. И если окружающие готовы принимать, это у нас гарантируется законом, что деньги, выпускаемые Центральным банком, они должны приниматься в качестве оплаты. Поэтому ФРС действительно может, грубо говоря, из воздуха, генерировать эти резервы для того, чтобы затем оплачивать ценные бумаги, покупать их у коммерческих банков. И напрашивается вопрос, что же происходит, когда ФРС увеличивает покупки ценных бумаг с рынком. У банков при этом увеличиваются избыточные резервы, которые Федрезерв генерирует. И, по сути, эти резервы появляются в активах вместо ценной бумаги. И увеличение этих резервов, это, по сути, означает увеличение предложения этих резервов на бешбанковском рынке. И ставка, а ставка это как раз-таки та ставка, которая у нас идет, которая меняет ФРС, которая называется ставка по федеральным фондам, эта ставка начинает снижаться. То есть, таким образом, операции количественного смягчения, тот же самый вид операций, с помощью которых ФРС достигает своих целей по повышению или по снижению ставок. Избыточные резервы банков, соответственно, они нужны банкам по разным причинам, как я уже сказал, например, для того, чтобы справиться со спросом на наличность, с изъятием депозитов со стороны населения, со стороны вкладчиков, чтобы, собственно, банк мог перевести или мог выплатить наличность или перевести в другую банку, если нужно, для межбанковских расчетов, чтобы были средства для того, чтобы по обязательствам при расчете у банка не возникло никаких затруднений. Также избыточные резервы могут использоваться для кредитования, и оставшийся вопрос – это о том, как изменения в активах у коммерческого банка провоцируют, как запускают или замедляют вообще процесс создания денег, вообще влияют ли на него. Для этого нужно вспомнить некоторые теоретические понятия, понятия о денежных агрегатах, если мы возьмем понятие денежных агрегатов примитивно к США, как они определяют денежные агрегаты у себя, то M0 – это условное обозначение денежного агрегата, которое включает в себя бумажные деньги, то есть банкноты и монеты. МБ – это денежная база, да, monetary base, и она состоит из бумажных денег, монет и резервов банков на счетах Пресса, это вот эти резервы, которые центральный банк генерирует и прибавляет к счетам коммерческих банков у себя. Так вот, эти же самые резервы используются в расчете, в выражении денежной базы. И M1 – это у нас M0, то есть бумажные деньги и монеты, и депозиты до востребования, дорожные чеки, чековые депозиты. Но основной объем здесь представляет два самых больших слагаемых – это M0 и депозиты до востребования. Когда говорят об инфляции денежной массы, то есть вот это пресловутые печатания денег, говорят об инфляции показателя M1. И как вы можете видеть, программа количественного смягчения, она не воздействует на M1, она воздействует на monetary base, потому что именно здесь у нас есть резервы банков на счетах Пресса. Когда ФРС скупает бумаги с рынка, по сути, вот это слагаемое, оно увеличивается. Таким образом, денежная база, она увеличивается. То есть центральный банк ФРС может влиять именно на денежную базу, но она не влияет на M1, на денежное предложение в экономике, так как здесь резервов банков нет. Денежная масса, она, собственно, растет по другим причинам, при изменении других слагаемых, да, как мы это рассмотрели. И она растет преимущественно при увеличении депозита, потому что если мы посмотрим на увеличение M1 и посмотрим на увеличение M0, то M1 сильно обережает M0, значительно выше его. И это происходит за счет того, что депозиты до востребования, они вносят основной вклад в рост M1, то есть в рост денежного предложения. То есть, по сути, когда мы говорим о росте денежного предложения в экономике, то основную функцию на себя берет частный сектор, берут коммерческие банки, вопреки распространенному мнению, что это делает ФРС. И возникает вопрос, как происходит рост M1, как происходит рост депозитов до востребования. И происходит это при выдаче кредитов, при кредитовании, при увеличении кредитной активности банков, увеличиваются также и депозиты до востребования, то есть происходит инфляция денежной массы. Если мы рассмотрим кредитную активность, операцию выдачи, создание кредита у коммерческого банка, как это отражается на балансе, то при создании актива в виде кредита, в виде займа, собственно, также на стороне пассивов у нас происходит создание некоторого депозита для этого заемщика, на которого, собственно, попадают те средства, которые затем заемщик снимает, либо отправляет в другую банк в случае оплаты. И этот депозит, как мы рассмотрели, он и является способом увеличения денежной массы. И, естественно, встает вопрос, когда, собственно, происходит момент инфляции денежной массы, когда, например, депозит, выпущенный банком, расходуется и возвращается снова в банк, или когда банк создает, собственно, займ, генерирует кредит и также создает депозит под него. И я думаю, что второй случай, второй вариант, он правильный. Поэтому, еще раз, если мы подведем итоги, программа количественного смягчения, она влияет только на резервы коммерческих банков на счетах ФРС, в то время как увеличение денежной массы, увеличение предложения денег в экономике, эту функцию на себя, как мы рассмотрели, берут именно коммерческие банки, именно частный сектор. А вот способствует ли программа количественного смягчения росту кредитования, увеличение, соответственно, вот этих депозитов до востребования, и вообще чему способствует программа количественного смягчения, это уже тема для следующего обзора. На сегодня у меня все, спасибо за большое внимание, увидимся с вами в пятницу.